привет и это третий выпуск про мое путешествие в грузию сегодня я расскажу как проехал последние километры по россии и проходил границу а также поделюсь некоторыми нюансами данного процесса заночевать решено было в степан с мензи я тоже расскажу немного про это место это первая деревня после границы которая заслуживает своего внимания достаточно крупная чтобы там и было что посмотреть и были места чтобы переночевать ну что ж пора посмотреть что получилось погнали в этот день нам предстояло проехать всего лишь 240 километров но живописность этих мест просто потрясает когда ты человек который живет в равнинной части россии и вдруг ты приезжаешь на кавказ ты видишь все эти горы снежные шапки на вершинах но дух просто захватывает я говорю погодка отличная едем отдыхать в тепло на градуснике 2 градуса идет какой-то нереальный дождище видимость я не знаю сколько 50 метров или максимум 100 почитали в новостях наличие цепей противоскользящих на границе конечно не обязательно но рекомендуется ну вот повеселимся по сравнению с предыдущими двумя днями где пришлось ехать огромное количество километров дорога из пятигорска во владикавказ занимает совсем немного времени и она такая более живописная для человека которого этого никогда не видел мы в нальчике здесь точнее отсюда дима билан и сати казанова так исторический экспорт ну а уже из владикавказа и рукой подать до границам а там и до первого нашего населенного пункта в грузии степанцминды но границы расскажу чуть подробнее пока да конечно не радовало но такое у меня бывает часто куда-нибудь соберусь сажу вещи поеду и вдруг начинается дождь снег ветер и летная погода но по приезду на место все меняется и все происходит очень удачно поэтому ехал и даже не думал ни о чем плохом от владикавказа начинается военно-грузинская дорога но тут наверное стоит немножко задержаться и рассказать что это за дорога вообще военно-грузинская дорога это историческое название дороги через главный кавказский хребет соединяющий города владикавказ и тбилиси ранее эта дорога была известна как дарельский проход длина дороги 208 километров постепенно поднимаясь дорога проходит по долине реки терек и пересекает скалистый хребет по дарельскому ущелью а затем по ущелью реки байдарка подходит крестовому перевалу откуда спускается в долину реки белый арагвий и по правой бережью реки кура выходит к тбилиси википедия говорит что в разные годы по этой дороге проезжали александр грибоедов александр пушкин михаил лермонтов николай второй лев толстой антон чехов владимир маяковский и никита хрущев но вообще если опустить все подробности и различную историческую информацию можно просто сказать что эта дорога очень красивая и тут кто там побывал хоть раз захочет вернуться еще при подъезде к верхнему ларсу справа всегда будут на обочине стоять большое количество дальнобойщиков не стоит пристраиваться за ними обязательно нужно объезжать их но это считается нормальным потому как у них на границе отдельная очередь а для легковушек отведены специальные проезды обозначенные дорожными знаками ну все границу российскую прошли за полчаса только из-за очереди из-за машин просто всех досматривают сейчас едем до границы грузинской и все и мы будем ну и конечно ситуация с проездом тоннелей после того как ты прошел российскую границу предстоит проехать еще несколько тоннелей в которых если раньше там не был ты чувствуешь себя не очень комфортно так вот там дальнобойщики оставляют между собой через несколько машин через 34 определенный зазор для двух или трех легковушек и поэтому можно по встречке объезжать определенное количество дальнобоев и вставать в эти зазоры чтобы встречка проходила и не ты не мешал я потратил на изучение этой ситуации приблизительно 30 минут простоял за дальнобоем не знаю что мне делать дальше хотя мог проехать более спокойно и без проблем а вы к аустрофобии не страдаете я нет вроде но удовольствие конечно такое себе стоять за большой машиной не знаю бывалые ребята проскакивают а остальные стоят наверное нам не стоит хочется конечно проехать ну вот и все прошел таможню прошел грузинскую границу в принципе я в грузии ура все получилось достаточно быстро самое сложное оказалось это в темном тоннеле по встречке объезжать фуры ребята оказались молодцы нигде в роликах я этого не видел но они оставляют зазор между машинами специально на две-три машины легковушки чтобы можно было спокойно между ними паре парковаться если едет встречка ну собственно так короткими перебежками до грузинского поста таможенного и все если едете на новой машине и машина оформлена не на вас берите доверие по приезду в степан сменду очень сильно хотелось подняться к церкви святой троицы но видимость была очень плохая и смысла ехать туда чтобы увидеть просто вокруг церкви туман ну особо не было никакого поэтому решили что поднимемся к этой церкви либо на обратном пути ну либо никогда может быть какой-нибудь следующий раз когда приедем грузию хозяин нашего гестхауса оказался еще и владельцем супермаркета и своего кафе понятное дело что он нам порекомендовал сходить именно туда для того чтобы поправить ситуацию после дороги ну и мы пошли собственно не пожалели степан сменду погода не радует но мы решили поднять себе настроение пойдем сейчас в ресторанчик выпьем домашнего вина съедим качапури этих самых пельменей крутых таких как они называются хинкали точно и все и будет хорошо ссылку на гестхаус я конечно оставлю в описании посмотрите возможно вы тоже захотите там остановиться гестхаус к слову сказать просто великолепный но об этом я расскажу чуть позже понятное дело что первый день в грузии для нас должен был отметиться каким-то особым событием поэтому не попав к церкви святой троицы мы решили посетить какое-нибудь другое место и сервис maps.me навел нас на церковь или пророка дорога туда предстояла пешком протяженность всего вроде как два километра но как оказалось в горах два километра это совсем не то что просто прогуляться по санамарской набережной может не надо решили дойти до церкви вроде два километра вроде нормально но вот идем и я думаю может я уже не так очень сильно хочу в церковь какие же мы маленькие как мы ничтожны мы просто песчинки муравьи и тут просто посмотреть на эту гору и офигеть нереально вообще а вот и все железки воткнули и ухты провели живем тут дома строим такая тишина будто оглох а и Субтитры сделал DimaTorzok Казалось, что это были именно немки. Они просто спокойненько бежали себе вверх по той самой дороге, в которую я пешком-то еле мог забраться и постоянно останавливался, чтобы отдышаться. Ну а когда наша прогулка закончилась, все понятно, что делать в Грузии. Вечер, вино, камин. Кстати, камин в нашем гестхаусе был, и он был просто прекрасен. Собственно, наличие камина и определен наш выбор этого гестхауса. Так как вечером полетать не удалось, я очень надеялся сделать это утром. И как же круто, что утром удалось все-таки это сделать. Была достаточно неплохая видимость, почти не было ветра, и я решил запустить квадрокоптер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Грузия преподносит нам сюрпризы. утром вышли к машине, а тут вон чего. Снег со всех сторон. Сейчас будем чистить. Да, такая вот весна, красота и все в снегу. Мы на летней резине. Наверное, нормально будет. Ну а дальше короткие сборы и дорог в Тбилиси. Нас ждет еще очень много интересного впереди и я об этом вам обязательно расскажу. Ну а если ты досмотрел до самого конца, тогда для тебя бонус. Вы не смотрите, Таня, что я учу в десятом. И что еще гоняю по крышам голубей. Вы извините, Таня, что я грубил когда-то. А вот теперь люблю вас, Таня. Люблю вас от тебя. Субтитры сделал DimaTorzok